20 плюсов жизни в советском союзе жизнь в советском союзе была далека от идеала много было хорошего было и плохое жизнь в ссср всегда вызывает у людей неоднозначное впечатление но есть как минимум 20 бесспорных плюсов жизни в ссср образование советское образование было бесплатным и доступным абсолютно всем образование в ссср считалось лучшим в мире медицина медицина в советском союзе была бесплатной бесплатная диспансеризация и вакцинация доступность бесплатного санаторно-курортного лечения бесплатное жилье жилье давали бесплатно правда не сразу приходилось ждать несколько лет а в это время жить у родителей с женой и детьми но жилье по крайней мере давали однокомнатную квартиру мог получить молодой специалист после рождения ребенка семья могла рассчитывать на двухкомнатную квартиру после рождения второго ребенка на трехкомнатных отсутствие безработицы в ссср не было безработицы более того было даже уголовное преследование за отсутствие у человека работы какую бы специальность не выбрал молодой выпускник школы и абитуриент вуза он твердо знал что закончив учебное заведение его сто процентов ждало рабочее место и работа по специальности не было биржи труда всех направляли на работу сразу после окончания учебного заведения не бывало случаев отсутствия рабочих мест на предприятии или малой востребованности профессии на рынке равенство уровень жизни в ссср был равным с одинаковыми зарплатами набором социальных гарантий и возможностей подавляющее большинство в обществе составлял средний класс а малочисленный уровень верхов и низов хоть и отличался но не в десятки раз отдых 1988 году в советском союзе работало 16 тысяч двести санаториев профилакториев и домов отдыха пребывание в которых для работающих граждан было либо бесплатно либо оплачивалось ими лишь частично право каждого человека на отдых строго соблюдалось и всецело обеспечивалась наука наука в ссср была мощнейшая более половины всей ученых и инженеров мира работали именно в советском союзе неудивительно что ссср мог гордиться многими достижениями первый искусственный спутник в космосе первый человек в космосе первыми вышли в открытый космос автомат калашникова атомный ледокол ленин самый большой самолет в мире ан мрия и многое другое армия в середине 80-х годов советская армия насчитывала более 5 миллионов солдат и являлась самой крупной в мире обладала самыми большими запасами в мире ядерного и химического оружия и насчитывала самое большое вооружение танков около 6000 танков уверенность в завтрашнем дне граждане были твердо уверены что ничего не случится не со школой или вузом в котором они учатся не с предприятием на котором они работают не со страной в которой они живут люди не опасались завтрашнего увольнения или повышения цен в магазинах или за услуги жкх или кардинально меняющих жизнь новых законов общественное воспитание самых ранних лет советским детям прививались любовь к труду любовь к родине любовь к родителям уважение к старшим нормы поведения в обществе общественная деятельность помимо основной деятельности советского человека учебы и работы каждый обязан был участвовать в общественной деятельности для общего блага и процветания советские школьники младших классов были октябрятами. Школьники средних и старших классов были пионерами, которые были обязаны хорошо и прилежно учиться, занимались сбором макулатуры и металлолома, посадкой зеленых насаждений в городе, шефством над октябрятами и младшими ребятами, помощь старикам и в особенности ветеранам Великой Отечественной войны, помощь сельским рабочим в выращивании зерна, уборке урожая. Граждане от 14 до 28 лет состояли в Комсомоле, которым предъявлялись достаточно жесткие требования в учебе и работе, а также требования к знаниям материалов съезда в КПСС должны были разбираться в международной обстановке, нужно было знать всех руководителей власти, устав комсомольцев, иметь краткое представление обо всех государствах, знать историю комсомола. На работе почти на каждом предприятии существовали профсоюзы, в которые входили почти все работники, которые занимались решением трудовых споров и культурно-массовыми мероприятиями на предприятии. Уважение к старшим В СССР с раннего возраста всех воспитывали в условиях безоговорочного уважения к старшему поколению. Атмосфера доброты Люди росли, учились и работали в атмосфере доброты, по телевизору показывали только добрые передачи и фильмы, не говорили о проблемах общества, например, об алкоголизме. Не сообщалось о катастрофах, темы секса были под запретом, хороших учеников и работников награждали орденами, медалями и грамотами, премиями, их ставили в пример. Очереди в детский сад Очереди в детский сад были из-за высокой рождаемости, но эти очереди были максимум 1-2 месяца. Дружба народов Сознание советского человека в СССР было даже выше его принадлежности к определенному народу или национальности, поэтому все одинаково жили дружно. Культура Литература, театры, кино, выставки и музеи подвергались жесткой цензуре, благодаря чему уровень культуры был на высоте. Товары в магазинах Несмотря на дефицит, продукты были очень высокого качества и почти 100% собственного производства. Низкие цены Соотношение зарплат и цен в магазинах было оптимальным, и каждый мог позволить себе как минимум самое необходимое. Голодающих и малоимущих не было, цены не менялись годами, не было рассрочек и кредитов. Заводы и фабрики Промышленных предприятий было огромное множество, на которых выпускались абсолютно все товары, необходимые для жизни. Профессионализм Поскольку в СССР все были равны, каждый занимался своим любимым делом, занимался тем, что ему действительно нравится, к чему были способности, а не там, где больше платят. Потому что платили все примерно одинаково, зарплата роли не играла, поэтому человек шел в одну профессию, которая ему по душе и добивался в ней высокого профессионализма. И на каждом этапе своей жизни человека, соответственно, окружали настоящие профессионалы своей работы. 20 плюсов жизни в Советском Союзе Конечно, СССР не был страной, где всем жилось легко и просто, СССР не был райским садом, где всем жилось легко и беззаботно, жилось всем трудно. Многие привычные для нас сегодня вещи приходилось доставать через десятки лиц, многого просто не было, были строже законы и сильнее власть общества. Но несмотря ни на что, над головой советского человека всегда было светлое безоблачное небо.